Привет, друзья! Я Ваня. Я рисую на канале Рыбокит. Сейчас я рисую в прямом эфире в Инстаграм. А также входите на YouTube и рисуйте со мной. Сейчас я рисую для марафона домики. Марафон домики называется. Приходите, рисуйте. Много я уже для него нарисовал. Но сейчас я рисую замок принцессы. Я хотел сначала сделать замок привидений, но потом подумал, что привидения не Хэллоуин. Но сейчас нам понадобится и краска. Белая, розовая, черная, вероятно. Фломастеры. Ножницы, клей, карандаш и кисточка. Карандаш и кисточка, все видно. И теперь начинаем. И два листа плотной бумаги. Два листа плотной бумаги это почти обязательно. Можно попробовать не плотной бумаги, но я думаю, это будет сложнее. Давайте начнем с того, что нарисуем сначала замок нашей принцессы. Он будет супер-пупер красивый. Я хочу действительно его нарисовать здорово и красиво. Он будет высокий. Вот такой большой. А потом мы его вырежем. Я не думаю, что надо сильно-сильно стараться. Например, вот так я буду рисовать карандашом. Вот такой у меня замок будет. Вот так вот он идет. Здесь у него крыша идет сюда. Крыша сюда. Здесь одна башенка. Здесь вторая башенка. А здесь маленькая-маленькая третья башенка. Я башенки вот так и рисую. Башенки. А здесь большая башенка. Вот так. Раз, раз, раз. Отлично. Получилось здорово. И еще не останавливаемся, потому что башенки вот туда идут, сюда. Здорово. Здесь у него крылечко будет. Крылечко нарисуем вот так вот. Раз, два, три. Здесь колонна. И вот такой замок. Вот так вот он получается. Здоровский. Простой. Здесь можно заходить. И самое основное, что будет в нашем замке, это окошки. Их будет много. Так что рисую больше окошек. Таких вот треугольных, квадратных. Здесь большое окошко. Нарисую вот так вот. И рисую. А пока рисую и все повторяй за мной. Примерно. Так можешь квадратные нарисовать окошки. Все окошки подойдут. Чем больше окошек, тем больше. Здесь большую дверь нарисую. Здесь такая большая дверь. Тоже она разделяется. Здесь небольшое окошко. Здесь небольшое окошко. Ну и я думаю, что достаточно. Получается здорово. Посчитаем сколько окошек. Один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Достаточно для нашего замка. Замок, считаю, завершенный. Карандаш нам больше не понадобится. Что нам теперь надо? Нам нужна помощь мамы или папы, если ты еще юный художник. Потому что нужно вырезать теперь. И очень как бы ровненько наш замок вырезать. Я сказал ровненько, но это не значит, что супер-пупер ровненько ты должен вырезать. Как получится. Вот я рисую, а теперь я вырезаю. И я стараюсь, но не так сильно, чтобы совсем. Сначала вырежем полный контур замка, а потом вырежем основные вот эти вот. Так. Вырезаем. Здесь можно поставить на паузу. Аккуратненько вырезать. Я думаю, и на ютубе, и в инстаграм ты можешь поставить на паузу. Аккуратненько вырезать. Замок будет прям здоровский. Тебе понравится играть в него, потому что там все будет интерактивно. И мы все внутри нарисуем по-разному. У каждого там будет своя там принцесса сидеть. И по-разному раскрасим. Так что замок вырезали. Готовый замок. Сложность. Теперь нужно вырезать окошки. Это довольно сложно для ребят. Давайте сначала крышу дорежем. И она у меня пошире. Я думаю, что надо пошире ее делать. Не крышу, а вот на шее. Вот здесь вот очень мелкая работа. Я прям прошу, если тебе даже в первом классе ты работаешь, да, и уже, может, вырезаешь. Но все-таки не так точно. Попроси маму помощь. Она, я думаю, справится. И получится у тебя здорово. Даже можно убрать уже пока задний лист. И пока только наш замок смотреть. Я вырезаю. Как ты видишь, я стараюсь. Но не так, чтобы совсем сильно. Я тебе советую так же делать, что ты тренируешься. Ты экспериментируешь. И учишься. И если у тебя немножко, чуть-чуть криво, ты не переживай. Потому что я знаю, многие ребята, они начинают это рисовать или делать что-то, пока они не убедятся, что они все идеально делают. А это не всегда так получается. Все. С вырезом контура закончили замкать. Теперь нужно вырезать наши двери и окна. Вот это довольно сложно с самого начала сделать. Нужно вырезать довольно аккуратно. Ножницами протыкать. И вот здесь я точно прошу мам и пап внимания помочь. Смотрите, я не вырезаю полностью наше окошко. Я вырезаю его посерединке. Сейчас я в точности покажу, как получилось. И сверху, и снизу. А по бокам я оставляю, чтобы можно было это окошко открывать. Сейчас я вам все это покажу. Только вырежу. Я это двигал вот так вот. Получается, смотрите. Получается, мы вырезали только часть. Отрезали посерединке. Посерединке. Сверху и снизу. И получилось только часть. И у нас получилось окошко. Сейчас все будет видно. Все видно. Оп, оп. Надеюсь, хорошо. С дверью то же самое. Нужно посерединке воткнуть ножницы. Вот здесь вот самое сложное и аккуратное нужно. Если ножницы тупые, как у меня сейчас они детские, довольно сложно его воткнуть. Но ничего. Я думаю, мамы справятся. А родить... А ребята подождут. А потом скажут спасибо, мама, что ты помогла. Так. Вторую дверку мы сделали. И так все окошки мы должны сделать. И отогнуть. Вот они готовые. Это окошко просто мы боковушку отрежем. Вот так снизу. Начнем. Снизу. Сбоку. И сверху. А сбоку с одного не будем вырезать. И получится, что у нас вот так. Оно открывается вот так. Раз, 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 раз. Тоже здорово. Окошко готово. Это окошко вырежем сверху. Сверху. Слева. Так. Сверху. Слева. Даже можно побольше сделать. А справа не будем вырезать. Получится еще одно окошко. Отлично. И теперь нам осталось еще раз, два, три, четыре окошка. Ну давайте я это быстро сделаю. А вы можете поставить на паузу и посмотреть пока... Если вы прям смотрите, но не делаете. Я знаю, что многие смотрят, но не делают. Посмотреть, что это не сложно. Если уже прям немножко сложновато такими ножницами резать, которые именно не подходят под вырезание бумажки, сделать дырочки. Было надрезы ножом делать, но я думаю, это еще сложнее и опаснее для детей, так что я даже это не предлагаю. Еще одно окошко. Немножко сложно. Да, вот этот самый такой. Мне казалось, что труднее всего будет закрасить и сделать замок, а на самом деле оказалось труднее всего сделать вот эти окошки, чтобы они четко вырезали и были принцесские такие. И замок все-таки принцессы. Все это должно быть еще и стильно. Такая не кривая косая у нас принцесса, а очень стильная и красивая. Самое большое окошко, самое верхнее, тоже вырезаем. Тоже на бочок, потому что оно тоненькое, тоже на бочок. Так. Получилось здорово. Осталось еще немножко. Нашу прихожечку, наша крылечка сделать, тоже вырезать. Так. Вырезаем. Здесь просто вырезаем. И все. С ножницами мы закончили. Замок готов. Теперь мы берем краски. Краски самое интересное здесь, потому что можно поэкспериментировать и выбрать какой-то цвет свой личный, который вам нравится. Мне нравится, как вы поняли, малиновый, белый и черный. Начнем с белого. Убираем пока замок в сторонку и берем краски. Берем краски. Мочим. Берем белый цвет. Наверное, да. Сначала белый цвет и примерно внизу вот так прокрашиваем. Где-то чуть ниже середины. Белым цветом. И идем вверх. Еще прокрашиваем белым цветом. А теперь берем, макаем малиновый цвет и побольше. Малинового цвета прям побольше. Берем прям его прям хорошо. Берем толстый-толстый слой малинового цвета. Самый интересный момент. Сейчас мы красим малиновым цветом и делаем градиент замки. Градиент фона для замка принцессы. А теперь, когда мы малиновый сверху намазали, мы его смешиваем с белым, который уже у нас есть. И получается у нас такой переход. Довольно принцесский, мне кажется. Принцесский переход. Такой прям здорово получилось. Так-так-так-так-так. Еще можно белил сюда прям сильно. Хорошо-хорошо смешать. Можно нарисовать какие-то облака. Опять-таки вот этим белым цветом по-розовому. Очень сочно получается. И прям... Вы не ошибетесь, здесь нельзя сделать некрасиво. Всегда будет красиво. Размазываем до самого низа. Белила примерно заканчивается у нас. Берем малиновый. Малиновый внизу тоже красим сочно-сочно, толстым слоем. Я ничего не заклеиваю и все делаю, как обычно дети делают. Все вот так на столе. Все замазываем. Все это стирается. Гуашь очень хорошо стирается. Так что проблем, я думаю, не будет. Немножко облачков здесь и здесь. И у нас есть уже замок. Нет, у нас есть фон. Замок есть. А фон есть тоже теперь. Теперь и фон есть. И даже лес там где-то можно нарисовать. К примеру, лес такой. Какой-то неровности. Какой-то пейзаж, ландшафт. Какой-то сзади есть. Сзади, да? Что-то такое неровное, чтобы замок не приклеился сразу. На что-то такое суперровное. Было бы скучно смотреть. Ой, как розово получается. Как сочно получается. Можно с ума сойти от такой розовости. Но мы сейчас что делаем? Смываем кисточку. Это важно, чтобы смывать кисточку, чтобы она осталась чистая и готова была к новым рисункам. Мы вытираем ее тряпочкой. Кладем рядышком. Теперь достаем наш замок. Он готов. И мы его сейчас сюда, бам, приклеим. Приклеиваем и клеим. Обычным клеем. Хотя у меня есть ПВА. Наверное, даже ПВА здесь лучше подойдет. Можно клеить таким клеем. Но тогда нужно подождать, когда высохнет наш фон. А сейчас я возьму ПВА. Я думаю, что ПВА отлично приклеит. Да, у меня есть ПВА. Отличный клей. Который тоже хорошо приклеит. И я думаю, даже лучше будет. Отматываем. Смазываем. Везде, где мы видим сзади. Замок. Самое главное, крыши, чтобы не отрывались. Чтобы крышу не оторвало. Боковинки. Не мажьте окна и ставни, которые остались. Все хорошо видно. Смазываем. Я так прилично смазываю, потому что краски нужны, чтобы приклеилось. Довольно много клея надо. И с первого раза. Потом вы уже не отклеите и не подклеите. Все это дело. Я все это смазываю. И теперь аккуратно переворачиваем. Держу я за окошки. Нужно ждать. Нужно ждать, чтобы приклеиться. Я думаю, это будет. Потому что не так долго. На самом деле, он уже почти приклеился. И нужно, чтобы высохла наша... Наша... Наш фон. Потому что он сейчас вот еще мокренький. И когда мы открываем, он там мокренький. Мы сейчас ждем. Окошки можно закрыть. Оп, оп, оп. Все закрыто. Все закрыто. Все здорово. Так, клей здесь. Все здорово получилось. Все как я хотел. Все прям. Все по расписанию. Теперь-то нам понадобятся красивые цвета фломастеров. Любые возьмите. Я взял фиолетовые. Конечно, мне нравятся. И я советую молодым художникам использовать желтые цвета. Это теплые, оранжевые и яркие желтые. Это самые лучшие цвета для того, чтобы здесь, в этом рисунке, в этом замке, когда он розовый везде, мы берем желтенький. К примеру, крыша может быть желтенькая. Здесь может быть желтенькая. И немножечко добавляем везде желтого. Он очень красиво будет смотреться с нашим замком. Так. Обводочка. Здесь желтенькая. А после этого я хочу добавить немножко фиолетового. И фиолетовый у меня замок очень стильный будет же. Мне хочется стильный замок нарисовать. Обязательно принцессы замок стильный должен быть. И мы это делаем. Такие квадратики. Он классно сделан. Мне нравится, что он очень простой. Что не надо сильно или очень аккуратно что-то делать. Можно сделать тяп-ляп, но все равно будет красиво. Так. Покажем, что он из кирпича сделан. Таких кирпичиков или каменный замок. Такие вот полосочки. Сверху, снизу где-то. И теперь самое главное. Добавляем фиолетовый цвет. Темно-фиолетовый берите. Ярко-ярко темно-фиолетовый. Или насыщенно темно-фиолетовый. Посмотрим, как он у меня получится. Да. Мне кажется, этот цвет именно я и рассчитывал взять. Обводим. Здесь рисуем крышу, черепицу. Черепица. Это быстро, потому что здесь никак не ошибешься. И как бы ты ни сделал, все равно. Или не сделала. А я думаю, это будет делать девочка. Если захочет сделать такую поделку, то у тебя обязательно получится. Все крыши фиолетовые. И немножко везде тоже фиолетовый. Тоже. Крыша, она идет сюда-сюда-сюда. Тайломная. И вообще замок такой замысловатый. Замок такой замысловатый. Этого замка не видел никогда. Я сейчас его и придумал. Минуту назад. Вместе с тобой. Фиолетовый. Основание нашего замка. И теперь можно взять какую-то другую дверь. К примеру, более четкую. А такой фиолетовый-сиреневый. И покрасить двери. Двери. Те двери покрась. Прямо закрой их. Вот так прокрась. Окошки и двери прокрась фиолетовым. Они будут четко видны. Где-то я их ввел, где-то нет. Четко видны. И ты будешь знать, что делать. Здесь прям ставинки нарисуем. Ставинки. А здесь двери. Вот так вот. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. И пока мы рисуем, он же и сохнет. Наш замок, он же и сохнет. Окошки нарисуем. Здесь окошки, да. Просто окошки такие. Раз-раз-раз. Везде получилось классно. Можно взять черный еще. Хотя можно взять этот и здесь рисовать небольших птичек, к примеру. Может птичек или здесь еще что-то. Получается прям здорово. Травка где-то. Камешки. Нарисуй, нарисуй, нарисуй. Мелочи обязательно подойдут. И главное подожди, когда подсохнет. Немножко наш фон. Потому что я сейчас не жду. И он смешивается. Здорово. Мне тоже нравится. И теперь самое интересное. Но того, чего я делать не буду, вероятно. Потому что нужно теперь открывать. И рисовать то, что ты хочешь внутри нарисовать. Вот что ты хочешь внутри, то ты и нарисуй. И я буду рисовать каких-то принцесс. К примеру, здесь принцесса сидит. У нее корона. Самое главное это подождать, когда высохнет фон. Принцесса такая вау. Сидит здесь. Она такая в платьице. Да, одна принцесса. И мы закрываем. Все, принцессы нет. Она спряталась. А потом мы открываем. Она появляется. Можно здесь нарисовать и короля. Или еще принцесс. К примеру, ее подруг. Такие подруги две. Такие тоже. Они тоже с коронами. Маленькие. Может, это ее брат и сестра. Они тоже довольные стоят. Да, один брат, один сестра. И вот черным фломастером ты можешь нарисовать всякие разные кулебяки, ушки человечков. Раз. И они спрятались. Их тоже нет. Здесь можно нарисовать кошечку. Можно рисовать даже не фломастером. Я думаю, может быть, надо рисовать карандашом. Сейчас попробуем карандашом нарисовать. Где мой карандаш? Пополнился еще одним рисунком. Поделкой. Я называю это поделкой. Точно. Потому что все интерактивно. Все открывается. Ты можешь нарисовать своих любимых героев. Или там принцесс, или злодеев. Или каких-то еще. Нарисовал несколько. Но из лома, три карандаш. Ну что. Сегодня. Марафон Домики. Пополнился еще одним рисунком. Поделкой. Я называю это поделкой. Точно. Потому что все интерактивно. Все открывается. Ты можешь нарисовать своих любимых героев. Или там принцесс, или злодеев. И еще, ребят. Кошечка. 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 Немножечко няшно. И здесь я не знаю еще какого-то принцесса. Рисовать еще одну принцессу. Можно прям порисовать два раза. И я прям зову вас поэкспериментировать. Марафон Домики. Я не один делаю. Мой я не один делаю. Делаю принцессу. Я вам скажу, что там действительно много забавных. Вот такие, дорогие, которые вы можете со мной или сами же попробовать порисовать. И я не знаю, что Ваня зарисовать. И так. И выходитесь на мой дом. И я рисую автоматику. Ладно. Все. У меня в предыдущении. Меня зовут Ваня. Кто не знаком со мной, я приходил на YouTube канал. Там много домов и единиц. Но я рисую каждую. И стараюсь это рисовать почаще. Сейчас я буду делать специально для девчонок рисунки для домик. А когда-то я рисую для мальчишек. У меня флаги. Флаги. Мне очень хочется флаги. Я хочу сказать, что это для рыцарей, чтобы они смотрели флаги. В общем, экспериментируйте, радуйтесь. Я заканчиваю на сегодня. Марафон в домике мне очень понравился. Я еще обязательно нарисую несколько каких-то таких забавных рисунков. Особенно я хочу, чтобы такой красный помочь. В последнее время, чтобы ты хочешь плеить красный, чтобы такой забавный цель. Пока.